На Святую Пасху 2. Предполагаемое значение, пара образа, в законе подтверждается самой истиной. Так, например, Агнец Беспорочен, как и предсказал закон о пасхальной жертве, мужеского пола, однолетний, взятый в 10-й день месяца, приносится в жертву 14-й к вечеру, причем счет месяцев начинается с того времени, когда совершалась Пасха. Именно все это относится ко Христу и страдания Его, и в нем получает оправдание своей истинности и необходимости. Взято же само по себе, оно не может иметь никакого смысла. Те, которые не знают Христа, не нашли бы оправдания этим требованиям закона и не могли бы объяснить, зачем. Зачем Бог дал такие повеления о Ветхозаветней Пасхе? И в самом деле нет какого-либо иного основания для установления жертвы за спасение первенцев и для совершения помазания кровью при входах. Что в самом деле за силу в заклане жертвенной животной для спасения первородных? Что за необходимость в помазании кровью знака на домах? Без сомнения, Бог и без знаков знал дома евреев. Так что и выражение «пройду мимо, увидев кровь» оставалось бы только удивляться. Но возводя эти повеления к истине, ты узнаешь присущий им смысл. Как и было уже показано выше на нескольких примерах, когда ими бесторочная жертва пострадала за нас, смерть, начинавшаяся от первозданного человека, уничтожается, и первозданный человек, живущий во всех нас, спасается оживотворяемым воскресением Христа. И по справедливости для всех причастников той жертвы жизнь, разрешающая узы греха и смерти, делается спасительным знаком. На нее-то взирая Бог спасает помазавшихся Ему верою, которые не иначе могут избежать справедливо карающего ангела, как только ради пролитой за нас под человеколюбию крови. Видишь, какой смысл имеет прообраз, рассматриваемый согласно с истиной. Таким образом, если кто-нибудь из иудеев думает говорить, для чего Христос пострадал, чтобы спасти мир, как будто бы он не мог быть спасен и без этого. На это должно ответить Ему. Зачем приносилась Пасха для спасения иудейских первенцев, как будто бы они не могли быть спасены и без этого? И Он не в силах ответить. Что-нибудь, потому что Бог, конечно, не нуждался ни в жертве, ни в знаке, чтобы узнать дома. В нашу пользу, говорит это дело, и лишний раз подтверждает истинность святой веры, показывая, как неправедность наша уничтожается праведностью Христа. Других средств, как разрешение ее, и не было. Так точно тьма рассеивается только светом. И как наша смерть уничтожается жизнью Христа, точно тьма светом. Потому-то и священная та жертва, что она была прообразом истины. А эта истина, преданная по неведе нечестивых смерть и погребению, советом же Божиим, принятой в качестве священной жертвы, и сделавшаяся по собственной воле приношением для Отца, священно по существу, как истинная жертва. Предал, говорит Отец Сына за нас, и Христос принес себя Богу за Церковь, приношение жертву, благухание приятное. И для одних, искавших смерти Христа, советоват принес пагубу. Для других же, которые искали спасения ради смерти Христовой, вера их послужила ко спасению. Мимо них проходят месть и смерть, потому что смерть теряет над ними свою пагубу власть, согласно с словами Спасителя. Если кто Слово Мое соблюдет, не увидит смерти вовек. Ради пролитой за нас крови мы получаем Духа Святого. Если же соединяются вместе и кровь, и Дух, то это для того, чтобы вы могли принять через однородную с нашей крови, неоднородного с нами Духа Святого, и через это преградили доступ к нам смерти. Доступ же смерти двоякий, почему и знак крови делается тоже двоякий, на обоих косяках и на перекладине. Входит смерть через грех, как говорит апостол. Грех же в нас бывает, что следствием страсти она двоякая, или состоит в чувственном расположении души, к неизбежности, к изнеженности, или в жестокой грубости, то плодом мысли, когда она принимает направление неправильное и ненормальное. Рассудок все равно, как притолка, или верхняя перекладина в дверях. Лежит выше обоих столбов страсти, будучи главным и высшим по природе. Страсть может быть уподоблена столбам, находится ниже рассудка. Так точно и столбы стоят под притолокою. Какие же страсти ведут к изнеженности? Объедение, пьянство и страсть к плотскому общению. Какие грубые страсти души, гнев и разные виды себелюбия, перечисляя которые, Павел говорил. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострасти и распутству, ни ссорам и зависти, но облекись в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Римлянам 13.13.14 Древнее помазание, и подобно этому самому обличению, когда мы, принимая образ страданий Христа, облекаемся святостью Христа, не предаваясь удовольствиям и не ожесточаясь гневом, а если говорить как следует и с рассуждением, то помазание есть именно самая одежда, в которую мы облекаемся, мудрость не плотская, но Христова. Так что по плотскому уму, уму мы умерщвляемся, становимся как бы мертвыми, а умом украшаемся духовным. Когда мы таким образом облекаемся, тогда уже ни через неразумные страсти, ни через несмысленные помыслы, грех не может поступить к нам, и смерть не может возобладать над нами. Таков, без сомнения, тайный смысл помазания. Вслед за помазанием наступает едение, вселяющее в нас божественное тело и приводящее к единению с ним. Исход 12.8. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть съедят его. Ночь – это настоящий век. Ночь прошла, говорит Павел. Вкушение святого тела при посредстве огня указывает на горячую и китящую ревность. Духом, говорит, горя. И я пришел огонь извести на землю, и как бы я хотел, чтобы он уже возгорелся. Лука 12.49. Как огонь, когда говорится об употреблении мяса, указывает на горячую поспешность. Так опресноке обозначает простоту, а горькие травы – последующее мучение. Ешься пресноками и с горькими травами. Простым и незлобным становится нрав человека, освободившись как бы от закваски, от всего ветхого и лукавого, и восприняв новое и нехитростное, чтобы оно квасило. Пасха наша, говорится, Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. 1 Коринфянам 5.7.8. А горькое – это скорби. Но и хвалимся, говорится, скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, терпение – же упование, а надежда не посрамит. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Таким образом, мы принимаем скорбь в качестве приправы, в надежде получить через это Царство. Запрещено было есть мясо сырым. При буквальном, плотском понимании, остается совершенно непонятным, почему это Бог запрещает то, чего никогда не бывает, потому что никто не станет есть сырого. По отношению же к нам, это запрещение имеет величайшее значение – не приступать к принятию Божественного Тела без подготовки, потому что невоспринятым оно остается у тех, которые нерадиво принимают его, не подготавливаясь к тому общению, добрыми делами. Вера без дел мертва, и вследствие этого на нерадивых рассылается скорби для их пользы, чтобы они были, как говорит Павел, участниками святости его. Любовь к плотским удовольствиям рождает бездеятельность относительно духовных дел. Поэтому, обозначая это другим символом, законодатель запрещает есть мясо вареным в воде, потому что варится мясо для того, чтобы оно было приятнее на вкус. При вкушении же Божественной Пищи нельзя думать об удовольствии. Духовная сила не соединяется с плотским расположением. Поэтому, говорит, не вари священного мяса с разными приправами, но ешь его просто печеным на огне, с напряженным старанием, чуждым удовольствием. Любовь к удовольствию несовместима с любовью к Богу, как говорит Павел. А для тех Бог их чрева. Бог не есть Бог. И тех, которые превращают Евхаристию в пышные пиры, обращая освещающие, приобщение в повод к обильному питанию и разнообразному питью, апостол не одобряет. К ним Павел говорит, «Дали вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалит ли вас за это? Не похвалю». Таким небрежным отношением к святой пище апостол объясняет постигавшее их искушение, потому что в нечистоте приступали они к святыне. Поэтому, говорит, многие из вас больны и немало умирает. Если бы рассуждали, судили сами себя, то не были судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Повинны мы в нечестии против Господа, когда без достаточной готовности тела, приступаем к соединению с Его телом, которое Он дал нам для того, чтобы мы, соединившись с Ним, могли бы соединиться с Духом Святым. Для того Слово Божие всецело и отдало самого себя телу и сделалось плотью по евангельскому голосу, чтобы мы, не будучи в состоянии иметь общение с Ним, как с Словом, приобщились бы Ему, принявшему плоть, сделав по возможности сродной свою плоть с духовной плотью и Дух со Святым Духом, чтобы стать подобными Христу, сделавшись храмом Духа, как говорит апостол. 1 Коринфянам 3.16 Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? И через соединение с Духом касаемся и тела Христа, и, пребывая в святости, становимся членами Его. Не знаете ли, говорит, что члены ваши суть Христовы? Возьму ли члены у Христа и сделаю ли членами блудницы? Да не будет. Вот какими подробностями обставил закон приготовления священной пищи. Вот какими символами к нашей пользе направляет тогдашние прообразы. Голова уже сказана с ногами и с внутренностями. Голова указывает на начало явления, к людям на первое пришествие, исход 12.9, а ноги указывают на конец, на второе пришествие, без которого первому нельзя верить, так как на нем не все предсказанное пророками исполнилось. Вот почему иудеи не верят пришествию Христову, думая, что пришедший так не есть Христос, потому что не исполнилось то, что относится к славному пришествию. Поэтому вместе соединив сказал голову с ногами, то есть первое пришествие, со вторым, чтобы с позором, приведенного на заклание Агнца, ты принял как Господа и в нем мог увидеть царя, являющегося со славою. И то, и другое предсказал пророк Исаия, и не требуй поэтому избавления Иерусалима, теперь же, нажидая его впоследствии, придет искупитель от Сиона и избавит сынов Иакова, обратившихся от нечестия. Исаия 59-20, когда он сам спасет остаток народа, который должен обратиться к нему. При первом же пришествии его исполнилось, как можешь видеть, противоположное, оставил дом мой, растащил наследство мое, и еще, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Итак, главу с ногами, это предостерегало иудеев, чтобы не отделяли бесславного пришествия Господа от славного, и чтобы по неверию не были отделены от общения с Ним. Но и с внутренностями сказано, что это значит, то, чтобы вы не соблазнялись тем, что будет видимо, но и замечали сокровенное, не человеком считайте его наравне с собою, потому что он человек по телу, но познавайте его духовно, и вы узнаете в нем Отца. Пока ты не видишь того, что находится внутри, и не имеешь с ним внутреннего общения, ты еще не увидел Христа, думая, что он человек, а не Бог. А он сам говорит, видевший меня, видел Отца. Нужно рассмотреть и это выражение, не оставляйте от него до утра. Исход 12.10 И его объясняет нам Павел, говоря, что воспоминание о страдании Господа будет совершаться, пока он не придет. 1 Коринфянам 11.26 Оно совершается столько времени и спасает совершающих, пока не пройдет настоящая ночь и не настанет утро. И Христос живой воссияет нам с неба, спасая жизни своей, как ныне спасает смертью. Если, говорит, примирились с ним, будучи врагами, смертью сына его, то тем более примиримся, спасем, примирившись, спасемся жизни его. И так уже смертью Христа мы спасаемся, а тогда будем спасаться и жизнью его. Таково символическое значение запрещения оставлять что-либо из жертвенного мяса до утра. И мы также будем тогда живыми, и наша теперешняя смерть проходит, между тем, как теперь мы спасаемся, не иначе, как через смерть. Тогда будем иметь спасение жизненное. Мудрствуйте не по земному, говорит, если будете мудрствовать по плоти, то умрете. Но живите, на жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда явитесь и с Ним вы во славе. Поэтому, если остается что-либо из жертвенного мяса, оно сжигается огнем, чтобы мы знали, что в настоящем веке Христос умер за грех однажды, и смерть над Ним более не господствует, но уничтожена силою Духа, как будто огнем, когда жизнь овладела знаменем смерти. Кость его не сокрушится. Блаженный Иоанн относится к телу Христа, которое было сохранено, потому что голени его не были переломлены. Но это имеет также и духовное значение, потому что твердость его оставалась непобедимой, и поэтому тление не коснулось тела его, так как оно имело самое прочное и несокрушимое основание, будучи устроено не телесным, но божественным способом, имея божественное происхождение, не подверженное человеческому тлению. И плоть его не видела тления. Иоанн 2.31 После такого исследования о спасительном употреблении священной пищи мы теперь прекратим слово, оставив прочее до другого раза, и попросим у Господа того, чего просил Давид. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона твоего, чтобы у нас чтение закона не было таким неразумным, как у иудеев, остановившихся на одних образах, но чтобы мысли о божественных символах божественны, мы достигли самой святой истины во Христе Иисусе Господе нашим, через Которого и с Которым слава Отцу за Святым Духом вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...